Ребята, всем привет! Это мой новый влог, и он из Турции, несмотря на то, что я сейчас в Москве. Через 35 минут мы отправимся в аэропорт Домодедово, откуда мы полетим в Турцию вместе с Тест Тур. Я не успела об этом рассказать во влогах, потому что об этом я узнала буквально на днях. Я об этом уже рассказала в Инстаграме, я думаю, что, конечно же, в 100%, когда вы смотрите это видео, я уже в Турции, может быть, уже даже вернулась в Москву, потому что я не планирую там ничего монтировать, планирую только очень-очень много снимать, фоткаться, чуть-чуть отдыхать и также много работать. Но мне повезло, потому что все поездки с Тест Тур, как бы они не выглядели рабочими, по сути, это всегда очень классный отдых. И это именно тот вид отдыха, который я просто обожаю. Люблю, наверное, больше всего, больше, чем просто лежать около бассейна, загорать. Да, иногда хочется просто поваляться, ничего не делать, но я больше всего люблю экскурсии, потому что они вызывают у меня намного больше каких-то эмоций и впечатлений, чем просто валяться около моря или бассейна. Я собрала чемоданы, мы с собой берем два чемодана, это косточка Вивьены. Кстати, по поводу Вивьены, сегодня мы отдали ее моей маме, я очень скучаю по ней. Собрали два чемодана, осталось туда положить кое-какие зарядки, вот как раз у меня здесь лежит. Такой вот пакетик я взяла от Intimissimi, который вообще-то для белья и всякой такой чепухи, но я решила, что как бы вот так вот будет. Решила все-таки брать ноутбук долго, очень долго думала брать, не брать, но подумала, ладно, кто его знает. Надеюсь, что у нас не будет перевеса, потому что можно только 23 килограмма. У нас будет два чемодана, один средний, другой вот такой вот маленький. Я надеюсь, что все будет хорошо. Честно, очень волнуюсь за перевес, но надеюсь, что все будет нормально. Я взяла кучу купальников, которые вам потом покажу. Не знаю, в этом влоге или нет, но в этом влоге вы увидите, как мы полетим. Это очень интересно, потому что... Как вообще сейчас летают? Сама я бы сейчас никуда не поехала, если честно. Если бы не тест-тур, которые говорят «погнали», я бы никуда сейчас сама не поехала. Потому что мне страшно. Мне страшно, мне не хочется потом сдавать тест на коронавирус, и, не дай бог, он подтвердится, будет положительным, сидеть дома, не дай бог, сильно болеть. Мне этого не хочется. С собой я беру в самолет вот такой рюкзак. Но, кстати, представляете, что сказали, что есть возможность, вероятность того, что не пустят нас с таким рюкзаком. Точнее, пустить-то пустят, но попросят за это доплатить, потому что есть какие-то там риски, еще что-то. В общем, не знаю, но если раньше всегда можно было взять с собой маленький чемодан в ручную кладку, то сейчас это сделать почему-то нельзя. И я, честно, не знаю почему, но сказали из-за чего-то там. И я думаю, что, конечно, причиной всему именно, ну, как бы обстоятельства. В общем, самое главное, что мы взяли, это крем, чтобы не сгореть. Он мне очень сильно понадобится. У нас осталось полчаса до того, как выйти из дома. И за эти полчаса мне нужно убраться на кухне. Мы только что кушали стейки, которые я заказывала с Экомаркета. Они очень вкусные, кстати, оказались. Сыр в сулугуни не доели. Придется выкидывать. Тоже с Экомаркета. Да, казательство. Кстати, знаете, я намного больше интересных блюд начала готовить, когда начала заказывать и иду через Экомаркет. Потому что там еще кладут эти инструкции, типа, как приготовить. И это кайф. Потому что сегодня я первый раз в жизни своей делала стейки. И не знаю, в курсе вы или нет, но я очень сильно люблю стейки. Конечно, он получился у меня в первый раз не самым идеальным. Нет, он был нормальный, вкусный. Может быть, немножко суховатый, как бы прожарка не идеальная. Знаете, в том плане, что обычно я люблю, чтобы типа немножко крови было. Но, по сути, знаете, и так нормально. Нельзя зарегистрироваться на самолет. Это значит, что нам нужно приехать как можно раньше, в самом начале регистрации или до ее начала, чтобы занять очередь. Чтобы мы могли попросить хорошие места в начале самолета. И рядом, конечно же, желательно. Вот. Потому что мне не хочется лететь с какими-то чужими людьми вообще, в принципе. И как бы я такое не люблю. Тем более сейчас такое время. Непонятно, как бы, что, кто где ходит. Сегодня в этом влоге я вам покажу наш со слабой номер. Я в шоке с того, как много здесь людей и машин. Блин, знаете, как будто бы уже все открыто. Все границы открыты. И еще всем бесплатные путевки дарят. Сейчас почти час ночи. Мы приехали. Регистрация на наш рейс уже открыта. Лиза, организатор девочки и еще одна девочка-блогерша, с которой я еще не знакома. Они уже зарегистрировались. Слава с моим чемоданом. Ну как, у нас просто два. Один большой тяжелый, другой маленький, не такой тяжелый. Я не помню код от чемодана. Это код-проблемка. У меня есть две проблемы. Первая, я забыла код от чемодана. Но, скорее всего, это что-то, что я не должна забыть. И вторая проблема. Вы знаете, что я верю в Бога. И я забыла икону, которую всегда с собой берут самолет. И я об этом вспомнила, когда мы уже подъезжали к аэропорту. Или аэропорту. Ну, в общем, напишите в комментариях, как правильно. Никогда не могу запомнить. Помню, что торты, а не торты. Ну, вот про аэропорт проблема. Ну и, короче, забыла икону. И меня это очень сильно гложет. Очень переживаю. Коротко, ты щегнула. А забыла, потому что просто очень давно не летала никуда. Ты снимай меня на свой влог, а я буду тебя снимать на свой влог. А потом обменяемся материалами. Да? Тебе, Слава, тоже супер-блогер. Только у меня не хватает штатива. Он у него есть, но просто дурацкий. У меня есть, но он очень неудобный. Ну что, Зая, ты готова? Не знаю, я не готова, потому что я забыла свою икону. Так, здесь давно не была. Самое главное, что я бухнула перед отлетом. В общем, ребят, мы прошли паспортный контроль. И, как всегда, очень долго смотрели мой паспорт, потому что... Ладно, хорошо, я вам когда-нибудь покажу мою фотографию в паспорте загран, потому что она сделана почти 10 лет назад. И я там максимально другой человек. Просто угар. Я там ребенок. Еще никакие махинации с собой не сделала. Ну, короче, как всегда очень долго листают. Спрашиваю, куда я лечу, с кем. Мы со Слава рядом стояли около этих стоек. И я такая, ну вот, с молодым человеком. Так что вот, сейчас зашли, будем гулять, смотреть что-нибудь. Может быть, тратить деньги. Народу очень мало здесь. Почти нет никого вообще. Кушать мы не хотим, потому что до этого мы кушали стейки, которые я приготовила, но вы знаете. Так что вот, посмотрите, реально никого нет. Просто чистота. Вот, а еще, когда ты стоишь на паспортном контроле, конечно же, просят снять маску. Но не вот так, а полностью нужно ее снять и не надевать до конца, короче. Вот, чтобы знали. Ну, мало ли. Очень много кафешек закрыто. Шоколадница закрыта. Что тут написано? С кем причин временно не работаем, просим изменения. Да мне пофиг, честно говоря. А еще, кстати, в Домодедово есть Макдональдс. Я бы не прочь. Но мне нужно найти чипсы. Водичка. Есть, вот здесь еще продавались иконы. Но их тут нет. О, здесь есть магазин с очками. Но мне уже не надо. Мне больше нельзя. Я уже выполнила свою норму на год вперед. Кто не в курсе, я купила на днях очки от Гуччи за 27 900. Шок. Просто шок. Слава куда-то очень быстро идет. Зай, мне кажется, нам нужно вернуться обратно. Я вижу какой-то ларек с чипсами. О, зеленый лук. Это то, что нужно взять. Привет. Мы в мире бактерий. Есть дезинфектор. Ушитый, но мне мало. Круто. Только что мы накупили очень много всякой фигни. Я вам сейчас ее покажу. Мне кажется, дезинфектор... Как всегда. Что мы еще могли? Липтон, чипсы. Наши все. Дезинфектор, мне кажется, разбавлен водой, потому что... Естественно, все дезинфекторы разбавлены водой. Нет. Где-то больше, где-то меньше. Я просто даже не чувствую спирт. Конечно, не чувствуешь. Ты прикинь, сколько сотен людей должно воспользоваться им. Слышал-то, да. Прямой. Получается, что не 99,9%. Не 99. Может, процентов 5 ты от него возьмешь. Что-то я засуну палец себе в рот, и мы потом узнаем. Давай. Ставлю 500 баксов, что ты не сможешь. Ты тоже свои ручки помой, грязнюлькин. Это непонятно, где твои руки бывали. Не знаю. Знаете, какую дичь мне Слава сегодня весь вечер затирает? Про каких-то масонов. Вообще-то нет. Ну, они входят в состав этого разговора, но... Короче, мы обсуждали то, что Кань Уэст загипнотизированный и много других знаменитостей, очень известных, популярных. Ой, не рассказывай людям, им это не надо, им это неинтересно. Да, им это неинтересно, но у меня будет длинное видео. Ребята, вы представляете? Прикиньте, смотрели фильм «Прочь». Вот прикиньте, это реально. Всё реально. Ну, я реально верю, а всё. Эй, фокус, тварь. Блин, Саровский закрытый. Много всяких местечек закрыто. Это грустно. О, слушай, братишка, мы не поедем на автобус сегодня очень. Да, кайф. Знаете, что я больше всего ненавижу? Когда мы улетаем куда-то, откуда-то. Это ехать до самолёта на санем. Блин, маршрутка. Кстати, очень вкусный круассан. Можно круассанчик перегусить. Ну, я не буду. Как у вас времени? Да дофига, мне кажется. Часа два, час-полтора точно есть. Кофе и круассан. Ты будешь кофе сейчас? Ну, я могу чайком. Кстати, я хочу сказать, что тут не все ходят в масках. Можно увидеть людей без масок. Но зато все очень внимательно смотрят на меня с камерой. Круассаны здесь очень вкусные. Но я больше всего хотела бы сэндвич. Класс, их можно фоткать сделать. Да. Сейчас мы этим и займёмся. Кстати, ребят, если вы хотите видеть намного больше меня, то зайдите на канал КСлаве и смотрите его влог, потому что иногда мы снимаем со Славой друг друга. Это значит, что в его влоге вы можете увидеть больше меня, чем в моём, прикиньте. Какао не бодрит как кофе. Это просто как шоколад? Но оно бодрит как напиток, потому что какао очень вкусно. А, не надо мне какао, я буду в горячий шоколад. В нём тоже много сахара. Да мне это отлично. Мне главное не капучино. Повышение глюкозы, соответственно, ты подришь себя. Ну да, естественно. Если ты не хочешь спать, тебе нельзя ни горячее, ни сладкое. Я хочу спать. Потому что горячее немножко тебя бодрит организм. А сладкое добавляет глюкозу. Ладно, мне пофиг, что мне добавят. Я всё равно собираюсь спать. Хочу вам показать цены. Я собираюсь взять себе... Подожди, а что я хочу взять-то? Я возьму себе, наверное, коллапс-сэндвич за 585 рублей. И горячий шоколад. Я сейчас чихну. Так, господи, я так боюсь чихать в людных местах. Это была мини-распаковка в условиях, которые у меня были. Я заказала себе клапс-сэндвич. Надеюсь, что он вкусный. Если что, руки у меня чистые. Ребята, вы сейчас просто офигеете то, что я нашла у тебя в бюкзаке. Помните, что я вам говорила, когда мы только приехали в аэропорт? Я решила разобраться в этом бермудском треугольнике, потому что тут просто дичь какая-то. И я решила открыть вот этот кармашек, посмотреть, что у меня там вообще лежит. Потому что рюкзак очень классный, но, честно, для поездки жутко неудобный. Он очень плохо открывается. Видите, тут не до конца. И поэтому приходится его просто раздирать здесь, чтобы увидеть, что там. Я открываю этот кармашек, а там моя икона. Я безумно счастлива, что она оказалась со мной. Я не знаю, я из-за этого реально переживать начала, расстроилась. Ну, для меня это важно. И тут она просто оказывается в бюкзаке. Значит, я ее сама положила, когда с этим бюкзаком гуляла. Просто самое интересное, что я обычно ее всегда беру именно в поездки, но не так. Хотя я ее и просто всегда с собой ношу. В общем, я просто очень рада. В общем, мы сели уже в самолет. Нам дали... Наш организатор дала нам вот такие бумажки, которые нужно заполнять, которые нам, скорее всего, выдадут. Не, скорее всего, а точно должны выдать в самолете. Тут всякие данные, если я указываешь. Паспорт, номер рейса. Есть ли у вас какие-то там симптомы. Типа каша, ли тут написано, больно горло, взбивчивое дыхание, температура. И был ли я тесный контакт с зараженными. Вот. Ну, в общем, так, тут не очень много каких-то сложных вопросов. Я думаю, мы разберемся. Я сижу у окошка, я взяла свою вот такую тетрадку для своих стихов. Шучу, никакие стихи я не пишу. Что ты стоишь на меня? Хочу, не смотрю. Нет. Я не имею права на тебя смотреть. Хочу сейчас все это заполнить, чтобы просто взять вот так вот вырубиться, и я еще взяла из дома. Маски, прекрати, Зай. Что я бесю? Съешь пол? Рады к плейсмену. Такой, что ты в плейсмену спаливный. Ты меня бесишь, ты можешь съесть пол? Мы рады приветствовать вас на борту самолета авиатронной S7M. Я сама. Участник альянса у банк-балок. Пожалуйста, размещайте ручную кладь под сидением впереди стоящего кресла или на свободной подажной полке. Ты будешь конкретно? Не допускается размещать ручную кладь у аварийных выходов, проходов самолета и за последними рядами кресла. Информируем вас, что курение на борту воздушного судна категорически запрещено. Начало курение электронных сигарет. Сейчас туда ладно. Курение на борту судна запрещено, включая электронные сигареты. Как и всегда, ничего нового, Саня. А, я просто отвыкла, я планировала курить. Что у меня еще интересного? Икона. Сейчас я заполню сразу документик, чтобы вырубиться спать. Я взяла с собой из Москвы маски. У меня как раз их две. И если слово так хочет, я ему тоже дам. А еще пока что к нам никто не сел, и я не знаю, кто будет нашим соседом. Только что сказали, что будем лететь 3 часа 10 минут. Далее вот такие салфетки антибактериальные. И просим вас убедиться, что ремень безопасности застегнут и затянут. Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас будет самый сложный выбор в моей жизни. Макароны с курицей, гречка с овощами, говядина с рисом. Что? 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 Это курица с макаронами или говядина с рисом? Рис! Что ты будешь? Скажи уже. Я хочу попробовать каждое блюдо. Наверное, говядину с рисом. Я тоже. Итак, мы все-таки решили брать говядину с рисом. И... Сейчас я посмотрю и от одного взгляда вам скажу, вкусно это или нет. Можно мне, пожалуйста, макароны с курицей? Ладно. Хорошо, ладно. Соберись, ты ела сэндвич за 580. Ты должна насыдеться и на сутки. О, черный хлеб, я обожаю! Когда я увидела черный хлеб, я такая... Потому что с черным хлебом все будет намного вкуснее. Потом я увидела паштет. И, может быть, он и не самый вкусный, но я его тоже съем. В общем, ребята, мы вышли с самолета. Это было долго. Потому что уже вот этот fashion condition я встала. Думаю, все, я выхожу. А потом попросили всех сесть. Нам раздали заново вот эти бумажки, которые мы заполняли. Но они выглядели чуть-чуть по-другому. Вот. И мы, короче, их заполнили. И нам сказали, как в школе. Знаете, как в детстве? Типа, кто заполнил, может выходить. И мы со словой рванули, потому что у меня была ручка. Я взяла с собой ручку. Ребята, всегда с собой берите ручку. В общем говоря, мы уже приехали в наш отель на офигенском автобусе. Вот таком. Слава там что-то сбит. Нам подарили цветочки. Я все это не снимала, потому что была просто в шоке. Поспать мне не удалось, потому что орал ребенок. Но чувствую, что я себе нормально. Лиза, привет! Приветики! Наконец-то снова мы с тобой видимся чаще, чем я с некоторыми подружками. Серьезно? Да. Тогда Лиза сказал, что мы ездили 9 месяцев назад. Ну да. У меня не было. У нас был девички. Да. Ребят, мне дали такую бумажку, чтобы я заполнила. Я говорю, Славик, что ставить будем? Ну, поставь когда-нибудь. Ты видела, да? У нас такое предложение, знаешь, такое? Когда-нибудь. Ладно, номер мобильного. Ребята, записывайте. Мы заходим в первый раз в наш номер. Я не хочу, подожди, я не хочу смотреть. Слава увидел джакузи. Это то, что нужно, зая. Это то, чего нам не хватает дома. Короче, видок у нас на... Я отсюда прыгаю мамочкой. Блин, очень красивый бассейн, да? Охренительный, просто огроменный народу мамочкой. Посмотри, сколько здесь мест для фоток. Боже мой, у меня экстанс. Сейчас сердце прихватит. Вот так, вот так. Короче, вот наша спальня, ребята. Большая кровать. Телевизор у нас тут есть. Вот такая вот джакузи-ванна, душ, кайф, туалет. Две раковины. Слава богу, есть фен. Есть. Офигеть! Что? Вы посмотрите, это же офигенский бренд. Мне очень нравится вот этот бренд. И он здесь представлен. Что здесь? Ну, шкаф, конечно же. Да, для вещей. Кстати, у нас не так уж и много времени. Здесь у нас есть гостиная, где вы сможете прийти к нам в гости, посидеть. Тут у нас тоже вид на бассейн, причем еще ближе. Блин, это просто пушка, ребят. Вот такая вот у нас гостиная получается. Тут тоже есть телевизор. Не знаю, что мы здесь будем делать, но точно, чтобы здесь есть фрукты. Я не хочу их сейчас кушать. Слава зачем-то их из-под купола достал. Так, а что у нас тут-то вообще? Тут еще один душ. И туалет это. Шикарно. Еще один маленький шкаф. В общем, ладно, у нас нет времени на вот эти вот всякие показухи. Нам нужно срочно, просто срочно переодеться. Пойти на завтрак. Нам покажут территорию отеля, и мы будем отдыхать. Все, мы переоделись, и сейчас мы идем на завтрак. Мы уже опаздываем. Сейчас 9 утра, 15 минут. И попозже покажу вам свой лук. Он странный. Наполовину спортивный, наполовину зеловой. Нам нужно немножко пройти до лифта. Вот, кстати, есть лифт, да? Но, наверное, лучше к тому идти. Короче, мы тут пока еще ничего не знаем. Мы только вот заселились в номер, вы сами видели. Уже набили там просто нереальный бардак. Пока все достали, пока нашли, что надо. Короче, я вспомнила, что еще я забыла. Очень важно. Я забыла шоппер. Потому что, когда мы поедем на какие-то экскурсии, еще куда-то мне понадобится какая-то емкость, которую не жалко, если что, намочить в море, еще что-то. Ну, в общем, мы либо ждем какие-то мокрые трусы. Ну, плавки. Кубани. Сегодня я не прям при параде. Ну, сами представляете, сутки не спалка. Вот мои шикарные очки от Пути, которые стоили мне всех моих денег. Ладно, не всех, но я в шоке, что я взяла и решилась. Вы знаете, я очень редко что-то такое купаю. Смотрите, в какое красивое место мы пришли. Здесь у нас сейчас будет завтрак. Сейчас мы тут решаем, кто как сядет, чтобы всем было комфортно. По поводу очков мне сказали, что так нельзя носить очки. Нужно всегда только вот так носить, потому что на голове они типа растягиваются. Чушь какая-то. Ну, может быть, но... И все, что не по-твоему, все чушь. Конечно, что за бред. А как мне? Куда мне их еще деть, блин? Ладно, сейчас мы усядемся, и я вам всем покажу. Короче, мы сидим, обсуждаем наши номера. У кого какой. Взяла себе панкейки, вот это яичко, хлебушек, сыр и арбуз. Очень долго выбирала еду. Вообще, точнее, не выбирала, очень долго ее искала. Вот город профессий. И это девочка Лида. Можно к ней поближе подойти? Лида, конечно, влечет. Если честно, выглядит стрёмно. А детям нравится. Я думала, там живая девочка. Стрёмно. Короче, это чисто детский городок, поняли? Самое интересное вот здесь. Вау, тушит. Прикольно. О, а тут мальчик уже. Да? У нас отдыхает. Очень детитичный дуб. Обалдеть. Как-то уже устала от жизни. Убейте меня. Не надо меня лечить. Да ладно. Да нет, это прикольно. Здесь у нас фэшн-сантер, здесь у нас привык, пока смод сделаем. Ничего себе. Здрасте. Да, тут пока смод можно провести. Как неинтересно. У меня тут компьютер включается, именно чего-то какого космического. И когда вот включено, тогда можно вот прикольно посмотреть. Космонавты? Прикол. Какао с молоком, они заливают его как будто вот сюда. Ага. Полпарат, здесь течет настоящее молоко, но тут если процесс идут, то оно полностью работает. Показываем, что вот тут рожки, потом идет мороженое, потом вот такое, потом вот такое. Потом холодильник мы поставим и даем вам настоящее. Ну, допустим, бонсированный молоко. Ага. Как будто бы они его сделали. Да, 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 да. Зачуешься. Блин. Классно. Круто быть ребенком. Поработали наши дети, поработали, пришли в банк, получили настоящую зарплату. Есть специальные денежки, кьютики. Ах, ты мастер. Смотрите, реально как в банке. А смотрите, колеса от Лада. Ну, точно. Ну, ты такой же детский. Вообще класс. В общем, ребята, мы пришли на пляж и мы очень долго искали место, где бы лечь. Ну, тут можно найти, но мы просто решили, что нам лень далеко куда-то идти. И мы нашли просто нереально крутое местечко. Сейчас вам покажу. Смотрите. Там, короче, бар. Получается, такой пирс. Поднимаешься. Бар. И здесь можно лежать. И здесь же где-то, наверное, можно спуститься вон там. Ну, мне, честно говоря, не интересно там спускаться. Я бы здесь лежала, а ходила пешочком уже там заходила в воду. Потому что я боюсь сразу так вот нырнуть. Но здесь очень лакшно лежать. Кстати, посмотрите, что мы купили. Строго не судите. Конечно же, это не Гуще. Мы просто взяли такой модный, типа, шоппер, чтобы тут носить полотенце всякие, крема, чтобы не сгореть. Вот. И, короче, решили вот такой взять. Ну, типа, модный. Да пофиг. 800 рублей стоил. Я уже искупалась. Короче, я как и планировала зашла оттуда, проплыла, поднялась и пришла сюда. Слава, вон он. Купается. Кстати, ребят, я вам еще не успела рассказать, потому что все очень быстро происходит. В этом отеле сейчас вместе с нами отдыхает Ида Галич со своей семьей. Мы ее встретили. Мы с ней знакомы, но познакомились года, наверное, два с половиной-три назад на премию Муз-ТВ. Вот. И мы со Славой подошли к ней поздороваться. Мне, честно говоря, сейчас очень тяжело плавать. Мне соображать тяжело, не то чтобы плавать. К Славе тут клеились. Я уже пять раз мне рассказала. Зайчик. Я дам. Я сейчас разбираю вещи. Сколько времени займёт? 13-14. Значит, что через минут 20 нам пойти надо на обед. Пообедать. Привела себя немножко в порядок. Сполоснулась после морской водички. Но мы планируем сегодня еще купаться. Вот. Просто сейчас пойдем пообедой. Может, не знаю, будем отдыхать в номере или нет. Дедой. Слава, Малеку. Я тебя не вижу. Да, нормально, да. Не спали, конечно, сутки. Ну, нормально. Ну что ж, ребят, мы уже на ужине. Уже поужинали. У меня сегодня вот здесь что-то сгорело. Я не понимаю, правда, почему. Вообще мне непонятно. Мы пришли после обеда в номер. Легли поотдыхать. Я поставила будильник на 5.30 где-то. Было что-то около трех. То есть, как бы, по плану где-то два с половиной часика. Мы должны были поспать, отдохнуть. И потом пойти опять тусить. Я поставила будильник, но у меня оказался телефон на беззвучном режиме, и все равно в этом режиме будильник должен был сработать. И я предполагаю, что он все-таки сработал, но мы уснули, и из-за того, что мы не спали сутки, мы просто не услышали этот будильник. И в итоге мы проспали до 8 часов вечера. И если бы Славе не приснился какой-то сон, в котором... Что там у тебя было? Мы тусили с Кариной. Славе приснилось, что мы все тусили с Кариной. Ну, она с нами, мы с ней не знаем. Ну, и что, и что? Ну, и я у нее спрашиваю, ну, как потусили? Я не знаю, зачем я это у нее спрашиваю. Просто спросил. Типа, как вы потусили? Ну, и, может, я у нее спрашиваю, как она потусила? Она мне не отвечает. Я говорю, как потусили? Она мне не отвечает. Потом я понимаю, что у меня какой-то голос в голове появляется, и он говорит, чувак, просыпайся, вы уже все пропукали, короче. Ты пропустил будильник и так далее, просыпайся. И, в общем, таким образом, мы проснулись в 8 часов, Слава нас разбудил. Так, мы вернулись в номер, и сейчас будем кушать фрукты, и все, что есть в баре. Кстати, я вам это не показывала, потому что Слава это снимала в свой влог, и я совсем забыла, что у нас не один влог. Короче, у нас тут есть бар, и здесь столько всего. Оважаю Турцию, обожаю этот отель, этот номер. Также здесь есть вот такой бар. Что у нас тут? Там тоже есть кола, все, что от души. О, стаканчики для кофе, прикольная водичка. Так что сейчас будем кушать, отдыхать. Из новостей, во-первых, у меня вот здесь что-то обгорело. Я думаю, что когда мы купили сумку, я ее сюда повесила, она стерла мне крем, и я сгорела здесь. Вот только вот эта вот часть. Все остальное мне, слава богу, не сгорело. А что сгорело у Славы, посмотрите в его влоге. Это очень весело. У нас тут небольшой бардак, который я планирую разобрать. Вообще планировала сегодня сделать, но сейчас у меня такое состояние, что я, наверное, ничего такое делать не буду. И еще сегодня я поранила палец. Вы, наверное, даже не увидите. Вот здесь у меня ранка, маленькая царапина, и она немножко побаливала. И я испугалась, что вдруг какое-то заражение. А я с собой не взяла хлоргексидин, йод какой-нибудь. Короче, вот это я не взяла, но мы взяли огромное количество разных лекарств. Только что мы ходили на минус первый этаж, там, где спа. Мне обработали пальчик, буквально просто йодом шмяк-шмяк, и все. А вот и цветы, которые нам подарили. Славе тоже подарили. Такие два букета. Вот такой букетик еще подарили мне. Несмотря на то, что мы сегодня спали, как я вам рассказывала, до восьми вечера, у меня все равно такое состояние, что я сейчас вырублюсь. И был хороший день. Насыщенный. Долгий. Мы решили не тусить. Девчонки наши там тусят на ретро какой-то вечеринке. Мы, в общем, пошли в номер, потому что безумно устали. Я хочу пораньше встать завтра. И, ну, просто смыть косметику, ужалеть, отдыхать. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. И я не знаю, как я буду выставлять влоги. Если вдруг это уже конец видео, то, скорее всего, этот влог получился полноценным, большим. Но есть вероятность того, что я буду объединять дни, например, два. Спасибо большое всем за просмотр. Надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что, если даже вы не отдыхали этим летом, то скоро мы все с вами еще разочки отдохнем. И надеюсь, что скоро закончатся все вот эти вот карантины, откроются границы. Ну, и будем кайфовать. Ну, а я, в свою очередь, скажу, что если вы хотите кайфовый, проверенный отдых, безопасный, то я рекомендую Тест Тур. И я уже рассказывала давным-давно, что Тест Тур это первая вообще туристическая компания. И единственная, с которой мы всегда ездили с своей семьей в путешествия. И я так счастлива, что именно с ними я дружу. Именно они приглашают нас в такие классные поездки. Так что, короче, буду вам все показывать. Следите за мной в Инстаграм. Посмотрите у меня хайлайты, посмотрите фотки. Если вдруг вы не видели, то обязательно посмотрите. Я все сохраняю. И надеюсь, что поставите лайки на мои фотки. Всех люблю, целую, обнимаю. И мы пошли спать, отдыхать, смывать косметику. И всем пока!